Смотри, какие прикольные стволы. Все в снегу. Да, сейчас, конечно, условия для съемки достаточно экстремальные, но я сейчас снимаю третье видео, и я бы хотела показать тебе дойти до третьего чехолкинского моста, такой маленький. Он находится на очень живописном месте. В целом, конечно, вот тот берег, он выходит на Ижорский пруд, но я не уверена, что у меня сейчас опять что-нибудь тут не глюкнет, честно. Потому что, просто телефон, конечно, отказывается слушать все в таких условиях. Но я сейчас уже загрузила на YouTube. Видишь? Сейчас уже так темно достаточно, но сейчас за счет снега светло. Несмотря на то, что сейчас мы находимся практически в самом темном периоде года, то есть не так давно было зимнее зон расстояние. И сейчас самые короткие дни. Но за счет снега мы имеем более длинный световой день. По крайней мере, сегодня реально стало много народу. И сейчас, по-моему, снег перестал идти. Вот мне так кажется, по крайней мере. Но зато, зато самую апокалифтическую погодку ты видел. Она была как раз на том пункте обзора, который вот сейчас я тебе показывала в первом видео. Ну вот это широкое место, и обычно вот там как бы тропинка, как ни странно. Где-то здесь можно вот спуститься, и там тропинка, она идет просто квашеной туда и туда. И вообще, что касается людей на льду, я сегодня видела. В принципе, уже все так вот замерзло, и можно уже ходить. Ну, сейчас сегодня пока не протоптались мальчики тропинки. Особенно на широких местах никто не ходит, потому что там непонятно, где там вообще ходить, что можно провалиться. Вот видишь, еще один маленький мостик, который ведет к так называемым аттракционам. То есть это, вижу, 10 тонн. Вот там находятся всякие аттракционы, каталки для детей. Что-то у меня сегодня язык не очень хорошо служится. Ну и вот, обычно все смотрят отсюда и фотографируют. Это хороший вид. Особенно с этими деревьями. Я там дальше туда не пойду, потому что там ничего такого нет. А вот это все около острова, полуостров точнее. Если туда идти, там можно выйти на заводской проспект, сквозь этот вот парк, который уже бывший лесопарк. Вот. И там уже недалеко до моего дома тоже будет. Ну, в принципе, 10 дней недалеко. А вот там поселок Тельмена, куда я ходила в поход, я тебе показывала. Сейчас уже все такое какое-то синее. Да. Ну, это все, видишь, рукава и ажуры, конечно. У нас город находится в дельте. Да, на ватрушках хорошо ездить. Везут тебя, тащат тебя куда-то и тебе все равно. Ладно, начинает быть темно. Я хочу еще прогуляться просто по городу. Ну, мне еще домой идти. Вот, видишь, несколько дорожек. Вот туда дорожка. Это как раз идет на тот пляж. Она так огибает, где я была. Я просто там не дошла, потому что это было просто невозможно снимать. И вот здесь, если пройти, тоже... Смотри, сейчас тебе покажу быстренько. Ну, сейчас стало гораздо лучше, потому что ветра стало меньше и снега нет. То есть рука отмерзает, но не так сильно. Это, конечно, красивое место летом. Ничего не скажешь. Вот такие вот у нас сегодня покрытые снегом стволы. Ну, я пойду обратно и пойду под Миралцевской улицей, а потом в Плитарской. В общем, сделаю большой кружок. Пока есть, как говорится, порох в пороховницах. Да, такое странное нас выражение есть. Ладно, надеюсь, тебе понравились эти видосики. Сегодня нет ини, но зато есть много снега на ветках, поэтому мне кажется, тоже неплохо выразиться. Вот как здесь, например, да? Мне нравятся такие вещи.